бывает так вы собрались целым отрядом на вашу телегу напали и уничтожили либо ограбили и увезли и это видео посвящено тем советам которые мы даем в своем дискорде всем людям которые перевозят телегу все эти советы прописаны кровью не раз мы теряли телеги потому что не соблюдали собственные правила всем привет с вами gothic и с вами сократ и это видео о советах для перевозки защитников телеги на первый взгляд эти советы могут оказать показаться тем что были высосаны из пальца и такие кому он серьезно ну это и так все делают на самом деле нет мельчаешь отклонения от этих советов и тогда вашу повозку легко намного легче ограбить первый совет это то что повозка является зоной нейтралитета если вы кого-то знаете из тех как с кем перевозите повозку ему мне нравится вы должны воспринимать его как нейтрального игрока который помогает вам заработать денег или вам перевести телегу и сраться так сказать ругаться с этим человеком не имеет значение если у вас отряд собраны семи человек и вы никого то не знаете тут по и советуют совет номер два это все-таки добрать отряд для семи человек то есть если вы вдвоем с другом втроем или вас четыре человека вы думаете сейчас быстренько перевезем на вас могут напасть и скорее всего нападут отряд из семи человек вряд ли там кто-то будет нападать из двух и трех но и находятся и такие индивидуумы которые не грабят повозку а просто ее взрывают и так сказать гриферы а что касается именно сплоченного отряда из семи человек то вам лучше подготовиться по максимуму приготовить также 7 человек для этого надо зайти к нам дискорд непосредственно в разделе поиск игроков написать что перевозить телегу и либо подождать как кто-то будет другой перевозить и взойти в специальную комнату в дискорде также это может сделать у редкая 3 дэвшина особенно тем игрокам которые играют на playstation или xbox у нас люди играют на пока и соответственно найти повозку двум playstation ником так сказать намного проблематичнее чем пока бояра ребята отнеситесь к этим словам очень важно у вас должно быть как минимум несколько лошадей и несколько стоило до для новичков это проблематично но для старичков задумайтесь о тем что надо иметь 5-6 лошадей потому что если вашу лошадь убьют вы вызвать куда дохлую клячу вы даже добежать не сможете нормально она без седла без всего и так далее обязательно обязательно иметь несколько лошадей у себя так сказать в арсенале самое важное что на повозке всегда должно быть два человека это сам водитель так называемый да и навигатор человек который открывает карту м и говорит какой маршрут лучше идти лучше типа ж.д. дороги либо по тому пути который прокладывает сам непосредственно квест и также он а с открытой карты увидит приближающихся врагов на карте и может предупредить об этом всю повозку всю весь так сказать караван и защитников и так далее дальше самый важный совет ни в коем случае не занимайтесь фигней на самой полоски не стоять афк ни в коем случае не заниматься дейликами не заниматься сбором коллекционерства не отходить от повозки и не отставать от него вместе вы сила а если вы бегаете по одному три человеку скакала вперед три человека сзади и где-то сбоку появляется отряд из семи человек ну собственно хана повозки в любом случае обязательно съешьте рагу лидеру повозки просто крайне необходимо готовить рагу на весь отряд готовите рагу он форсирует все навыки на четвертый уровень внутри сердечко само собственно и выносливость если вы выпьете тоник 2 уровня это будет тоже самое что тоник 3 уровня без рагу то есть это важный момент смотрите мои предыдущие ролики про крафт и тоники я там все это показывал если сожрать тоник 3 уровня скушать рагу и при этом быть в медленно но верно вы переживете целое попадание из болтовки с откидным затвором я уж молчу про каркану то есть из самого сильного оружия вот этот вот малозначимый факт как рагу дает вам дополнительную жизнь попадания это очень важно очень важно обязательно договоритесь заранее кто каким будет с каким был дом поедет на полоске было много раз когда люди одевались и собирали тот бил который в нафиг не нужен прокачивали левой карточки на них нападали а у них там фиг пойми сбоку бантик так сказать поэтому обязательно обязательно подготовьте к все карточки тоники почистите все оружие это очень важно потому что если оружие запачкана то урон снижается и вот этой пули которую вы могли бы убить нападавшего могло бы быть достаточно для того чтобы никто не залез на полоску абсолютно важно убивать всех проезжающих игроков вот это очень важный момент вы можете со мной не согласиться и сказать это это дурацкая затея убивать просто так никчемных одиночек которые бегают там охотятся и вообще к вам отношения не имеет поймите одну вещь один выстрел с лука с разрывной стрелой один выстрел по с раскрас черным можно поставить метку непосредственно на самого извозчика достаточно чтобы уничтожить повозку и расстояние стрельбы лука средняя дистанция вы можете даже и не поймете может даже и лук у него руках не увидите а повозка взорвется поэтому обязательно да это мера ужасная 7 человек нападают на один но это мера защиты много раз много раз на нас нападали одиночки которые просто хотели взорвать повозку им не нужна повозка мне нужны мешки они просто хотели взорвать и убежать дальше и вот это правило очень много раз спасала нам телеги ну и да не слегка немножко портила репутацию в глазах какого-то английского комьюнити которые думали что тут рашенкур во всех убивает но тем не менее это очень важно абсолютно также важное правило на самой непосредственно повозки это договориться и по возможности не стрелять с повозки по энписи потому что энписи могут допустим дилижанс лошадь среагирует не так и она пойдет на перекос вашей повозки и повозка может раздолбаться в ходу то есть если будут столкновения и так далее так далее ни в коем случае не садитесь на дилижанс и я между защитников и не сопровождайте повозку там четыре человека на одном дилижанс я понимаю что перевозить повозки из дня в день все время на лошади без использования кинематографической камеры что вы так сказать просто на пока режиме где-то отдыхаете это ну порой бывает бесит долго и тем не менее вы должны понимать что вы перевозите во первых триста двадцать пять долларов своих а если вам деньги не нужны то вы перевозите телегу человеку которому они скорее всего нужны и если вам не особо не нужны деньги зачем вызываться на телегу тогда обязательные условия это полный отряд чищенное оружие съеденное рагу выпитые тоники человек навигатор на повозке сидит и говорит если рядом отряд или нет и указывают маршрут и обязательно что делать если на вашу телегу напали вот на вашу телегу все напали битва началась так сказать не на жизнь а насмерть в этом случае водитель телеги должен так или иначе ехать и жрать тоники по кд он не должен останавливаться и отстреливаться человек который навигатор обязательно спрыгивает с повозки садится на лошадь уже либо с земли уже отстреливается что делать если на вашу телегу напали вас как водителя убили и ваш отряд разбросан и вы видите что чужие игроки уже бегут в данной ситуации мои рекомендации такие как минимум надо перекрыть возможность отступления нападающей стороне то есть расстреливать их на дистанции не давать возможность подойти к повозке либо как вариант не дать им сесть при помощи alt f4 как бы это грубо не прозвучало и как бы я сейчас не слил эту особо важную информацию для тех кто нападает на повозке если враг не успел сесть на повозку то есть вы убиты ваш отряд убит а телега все еще ваш то есть вам не надо ее а отбивать надо всего лишь обратно защитить нажмите alt f4 вы вылетите из игры телега пропадет защитники соответственно останутся в сессии без вас а вы сохраните количество ресурсов которые были до начала постов поставки такая возможности вероятность есть но я хочу предупредить это не стопроцентный вариант это не панацея от всех проблем бывает такое что вы нажали alt f4 вас выкинул товары пропали и вы могли бы теоретически довести эту повозку но тем не менее вы вышли из игры и не дали не так и не узнали а можно ли было довести но по крайней мере безвыходных ситуаций не бывает это чисто на ваш страх и риск поэтому все эти советы они как бы банальными не звучали но в совокупности они дают чуть больший шанс если бы два человека афк один пошел куда-то там куда-то там что-то собирать делики какие-то и три человека сидят на афк на полоске в итоге на вас нападает 7 человек и тут такой вопрос о я там перки забыл переставить до понимаю видео много водички но тем не менее это очень важная информация для тех кто защищает телегу а следующем видеоролике с вами поговорю о советы для тех кто нападает на телеги да и такие советы есть и они более важные чем у защитников потому что защитники как минимум просто собираются и им надо довести а вам надо напасть перебить и так далее так далее короче советы для нападающих в следующем ролике обязательно вступайте к нам дискорд поможет перевести вам телегу обязательно веселая дружная компания с отдельными ролями дуэли турниры все как обычно с вами была готика сократ всем пока до новых встреч